Всем привет! На связи Артем Абрамович и канал финты WordPress. Это будет у нас топ 6 сервисов для кнопок поделиться. Такие вот кнопки, которые позволяют постить ваши статьи в социальные сети. На самом деле сервисов очень много, всяких разных, всяких разных плагинов, со всякими разными видами кнопок, но вот я пользовался именно этими шестью. И давайте сейчас быстренько посмотрим. Итак, на шестом месте сервис называется Плюсов. Всем известный, самый такой распространенный, один из самых первых, который появился вообще в Рунете. Несколько видов у него, ну скажем так, ограниченное количество видов внешнего вида, а зато очень много куда можно поделиться. Правда, я не знаю, зачем столько много, но это не суть. Ставится просто получаете скрипт в итоге после настройки, да, ну поставили настрой, две в одну, вертикальные, средние, большие, горизонтальные. Настраивается все очень быстро, все очень элементарно, никакой регистрации не требуется, все бесплатно. Получаете скрипт и потом вставляете просто в нужное место шаблона. У меня даже есть статья на блоге, где я показывал, как можно выравнивать там одна из первых моих статей по кодингу. Поехали дальше. Пятое место. Сервис называется shari42.com, известный сервис от известного разработчика Димокса. Значит, тут довольно много всяких разных кнопочек, но здесь все кнопочки сделаны картинками. И здесь, ну, довольно такой небыстрый процесс установки этих кнопок, да, там надо получить скрипт, подключать его, ну там все довольно сложно. Но зато можно, зато у него есть как раз четыре кнопки дополнительных, которые сразу можно сделать кнопку наверх, распечатать и так далее. То есть в этом плане сервис удобный. Можно опять же сделать, не просто выводить, да, где-то внизу под текстом, а с боковой панелью. То есть сервис сразу позволяет. В настройках просто указываете, как у вас, что добавляете, куда нужно и все. Но именно вот то, что внешний вид кнопок мне не нравится, я его тоже не использую. У меня опять же была статья на блоге, где я показывал, как можно установить эти кнопки к себе на сайт. Сервис, в принципе, неплохой, работает быстро, работает стабильно, но вот внешний вид кнопок мне не нравится. Поехали дальше. Четвертое место. Блог кнопок поделиться. Классическая вещь от Яндекса. Очень удобная. После того, как у них появились со счетчиками, многие начали ставить, потому что у них на самом деле были убогие такие вот эти вот кнопки. Очень мелкие, какие-то убогие. Ну, это, такой, не очень красивый. Ну, на самом деле, данные кнопки позволяют очень неплохо их настраивать. Практически можно любые картинки к ним подгружать, наставить на них, да, если у вас счетчики не используются. Это первое. И второе, эти кнопки очень любит Яндекс. Так что, если у вас продвижение нацелено на Яндекс, ставьте данные кнопки и не парьтесь. Да, скрипт немножко подтормаживает сам по себе при загрузке, но, в принципе, нормально. Все довольно грузится. У меня эти кнопки стояли на двух моих проектах. Стояли довольно долго, что-то порядка шести месяцев, с полгода где-то. Ну, никаких особых проблем я с ними не увидел. Но у меня стояли именно вот такие со счетчиками. Для тех, кто разбирается, да, для разработчиков, у них там есть документация, можно сделать кнопки больше, меньше, добавить свои картинки. В принципе, ничего сложного нет. Так, хороший сервис, мне нравится, периодически я им пользуюсь. Ну, вот как раз та метрика от Яндекса, да, она считает именно клики этих кнопок. Поехали дальше. Третье место. Сервис Апто Лайк. Такой сервис, я бы не назвал, но это очень большой такой сервис, да, когда он появился, у него были только кнопки. Сейчас у него масса всяких разных других функций, в том числе и платные. Да, но чем мне нравится этот сервис, с помощью него можно подогнать кнопки под любой внешний вид. Ну, очень много, очень, очень, очень много внешнего вида. Итак, есть цитирование, да, то есть, когда вы что-нибудь выделяете, у вас появляется вот такая кнопка. Есть сразу кнопка наверх, можно отключить дополнительную, то есть, вот эта часть, когда... Ай! Нажимаете, и появляются дополнительные сервисы. Опять же, данные кнопки в мобильной версии появляются вот такие, снизу панелька. У вас появится, если не выключить вот этот вот, да, адаптированный вид. Так, я это отключаю. Много очень соцсетей у них. Что еще? Значит, меняете внешний вид, и получаются вот такие кнопки, да, может быть, вот такие кнопки. Короче, очень много, очень много функционала. И более того, данный сервис сам отслеживает статистику. Именно из-за этого я его не использую. Очень редко, только если действительно, когда надо, чтобы кнопки действительно соответствовали внешнему виду сайта. Потому что появляется, он вешает на данные кнопки свои хвосты реферальные. И все эти хвосты, в итоге, эти ссылки с этими хвостами видны, видят их роботы поисковые. И в итоге эти ссылки все получаются... Ну, они, конечно, удаляются, да, роботцам они исключаются. Ну, не нравятся мне лишние ссылки. Не знаю, как вам. Мне такие лишние ссылки не нравятся. Хотя, на самом деле, да, у них очень неплохая статистика. Да, там видно, сколько привлечено, сколько зашло, сколько ушло и так далее. Ну, вот такие вот кнопки. Вот такой вот сервис. Доставиться точно так же. То есть вы настроили, так же, как и плюсы. Настроили, получили скрипт, ставили в нужном месте файле. В принципе, нормальный сервис, периодически я им пользуюсь. Поехали дальше. Второе место. Социал лайкс. Значит, очень прикольные кнопки. Мне понравился именно внешний вид. Есть три разных вида, да. Опять же, вертикальный, горизонтальный, одной кнопкой. Очень много. Но это скрипт. Отдельный скрипт. Написанный отдельным человеком. Вот Артемом Сапегиным. Отдельный скрипт очень удобный. Сейчас у меня на сайте artabra.ru ставят именно эти кнопки. Просто я их ставил не плагином, а просто кодом, как их советуют ставить. Кнопки очень быстрые. Кнопки очень четкие. Никаких ошибок я с ними не заметил. Очень четко все подхватывается. Очень четко все работает. Очень удобные кнопки. Именно за своей быстроты, да. То есть такие вот. Ну и опять же, внешний вид очень неплохой. Надо сказать. Вот. Это второе место было. И на первое место я бы поставил сервис Likely от Ильи Бирмана. Значит, чем хороши данные кнопки? Они вообще не используют jQuery. Ну, по крайней мере, по заверениям самого Ильи Бирмана я не проверял. Ну, в принципе, кнопки реально очень быстрые. Да, то есть это раз. Во-вторых, ну, внешний вид у них настраивается на самом деле. То есть те, кто владеет CSS, можно все это поднастроить. Ну, не сильно, а поднастроить. Картинки здесь не картинки, не шрифты здесь не используются. Здесь используются технологии SVG. Да, то есть, ну, грубо говоря, HTML рисования. Поэтому кнопки реально очень быстро и грузятся очень быстро. Ставятся абсолютно элементарно. Подключаете скрипт, подключаете CSS и просто выводите в нужном месте файла. Как видите, имеет несколько видов, да. Ну, единственное, что и сервисов у них вот только вот пять штук. Пять или шесть, по-моему. Отличные кнопки. Мне очень нравятся. Я уже их использовал очень часто. Очень много где использую. Рекомендую, в общем, к установке данной кнопки. На этом у меня все. Вот и весь топ. Всего шесть кнопочек. Шесть сервисов всяких разных. Какой использовать, вы определяете сами. Для меня в кнопках важна скорость и удобство. Я выбираю Лакли. Что выбираете вы, пишите в комментариях. А также подписывайтесь на канал. Как ставить такие кнопки, я расскажу в следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok